Всем салям! Вы на канале МАДИ. Сегодня я покажу вам три самых лучших рецепта пленов на молоке. Посмотрите видео полностью и сохраняйте себе рецепты. Каждый из них достоин того, чтобы вы его приготовили. Этот рецепт набрал бешеное количество просмотров на масленицу. Здесь 3 яйца, пол чайной ложки соли и 2 столовых ложки сахара. Полтора стакана муки. Добавляю стакан молока и замешиваю густое тесто без комочков. Доливаю второй стакан молока, перемешиваю и наливаю 1 стакан кипятка. Быстро перемешиваю, добавляю 3 столовые ложки подсолнечного масла и сразу жарю. Выход 25-30 блинчиков. Этот рецепт блинчиков мой самый любимый. Он без кипятка. Тут все то же самое, что и в первом рецепте. Только в конце вместо кипятка стакан горячего молока. И вместо 3 ложек подсолнечного масла я добавляю растопленное сливочное 5 столовых ложек. Эти блинчики имеют нежную структуру, они такие ароматные, сливочные, снющие. У этого рецепта выход 34-35 блинчиков. А эти блинчики я обычно пеку на завтрак в обычный день. Здесь 2 яйца, пол чайной ложки соли, 1 столовая ложка сахара, стакан муки. 1 стакан молока холодного. Наливаю, замешиваю тесто без комочков. Затем доливаю еще пол стакана горячего молока и 3 столовые ложки подсолнечного масла. Здесь выход 13-15 блинчиков. Конечно, количество блинов может варьироваться в зависимости от того, какое количество теста вы будете наливать на сковороду. То есть, чем тоньше блинчики, тем больше их получится. Все рецепты классные, попробуйте сами. Для вашего удобства вывожу рецепты на экран. Вам останется лишь сделать скриншоты. Поделитесь ссылочкой на это видео со своими друзьями, и они скажут вам спасибо. А я говорю вам, спасибо за лайки. Как, вы еще не поставили? Тогда сделайте это прямо сейчас. Вам ведь не сложно, а мне будет приятно. И я сниму для вас еще много вкусных и интересных видео. Подписывайтесь на нас. У нас на канале много вкусного, полезного и интересного. Всем мира и добра. До новой встречи. Пока-пока.